Американцы представили водородное аэротакси. Авиация Транспорт 9.59.30 мая 2019. Сложность 3.1. Американцы представили водородное аэротакси. Прототип аэротакси. Sky Allokai Technologies. Американский стартап. Allokai Technologies. Представил проект водородного аэротакси. Sky. Как пишет Aviation Week. Компания уже собрала первый летный прототип аппарата. Сертификацию которого по стандартам Федерального управления гражданской авиации США планируется завершить до конца 2020 года. Большинство современных проектов аэротакси предусматривают создание электрических летательных аппаратов, двигателей и бортовое оборудование которых работали бы от аккумуляторов. Такие аэротакси считаются экологичными, однако они имеют относительно небольшую продолжительность полета на полном заряде батарей. Для увеличения продолжительности полета некоторые разработчики решили сделать свои аэротакси гибридными. В этом случае на борту аппаратов будут установлены небольшие двигатели внутреннего сгорания, соединенные с генераторами. В полете последние будут питать электромоторы и заряжать аккумуляторы. Разработчики из Alakai Technologies утверждают, что использование только лишь водородных топливных элементов позволяет создать аэротакси с достаточно большой продолжительностью полета. Согласно проекту, Sky способна на вертикальный взлет и посадку. Согласно проекту, продолжительность полета Sky составит 4 часа, а дальность полета на одной заправке 644 километров. Заправка летательного аппарата водородом будет занимать всего 10 минут. При использовании дополнительных топливных баков продолжительность полета может быть увеличена до 10 часов. Аэротакси сможет выполнять полет на скорости до 190 километров в час. Аэротакси Sky выполнена по схеме гексокаптера и рассчитана на перевозку 5 пассажиров в беспилотной конфигурации или 4 в пилотируемой. Грузоподъемность аппарата составляет 454 килограмма. На случай отказа моторов или энергетической водородной установки аэротакси оснащено парашютом. Когда планируется начать летные испытания аэротакси Sky пока неизвестно. В середине мая текущего года концерн Airbus провел первые летные испытания электрического городского аэротакси City Airbus. Первый полет аппарата состоялся в беспилотном режиме, причем City Airbus был привязан тросами к наземным якорям. Этот проект предполагает создание пассажирского аппарата по схеме квадрокоптера, способного перевозить от 2 до 4 человек на расстояние до 60 километров. Василий Сычев